ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер. Удобно. Красиво. Вот он мир привилегий с премиальной картой Мастеркард. Мастеркард. Давай, вставай. Стартовую снимай. Посмотрите на нас. Мы живем в своих серых бетонных джунглях. Спешим. И совсем забыли о том, что наш мир полон чудес. В новом сезоне Орел и Решка отправляется в экспедицию по самым захватывающим и красивым местам нашей планеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждую неделю наши ведущие Алина Островская и Антон Зайцев будут исследовать одно из величайших чудес света. С ума сойти! Нас ждут творения древних цивилизаций. Неземные красоты природы. Восторг! Весь Гуйлин! И обычаи, которые потрясают мир. Кто увидит чудо света как миллионер? Восвечай новую хозяйку! А кто из окна палатки как всегда решат Орел или Решка? Я хочу, чтобы вы это увидели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорят по-китайски. Всем привет. Это Орел и Решка. Чудеса света. И сегодня мы увидим наше второе чудо. Горы Гуйлин. Они настолько прекрасны, что китайцы даже сочинили пословицу. Мочи. Виды Гуйлиня самые красивые под небом. Все? Логично. Как факт. А почему такой рюкзак тяжелый? Палатка. Опять палатка. Ну тогда это уже не Орел и Решка. Готово? Отель. Палатка. Ты там все? Нет. Используй речь. Это еще одна китайская пословица про радость. На юге Китая в провинции Гуанси есть дивный край – горы Гуйлин. Нет, это не компьютерная графика. И не другая планета. Это родина длинноволосого народа Яо. Они уверены, что живут не в горах, а на спине гигантского дракона, укутанного покрывалом из тумана. Они ловят рыбу бакланами. А по ночам катаются на месяце. Удивительно, что мы до сих пор не побывали в таком нереальном месте. Восторг! Гуйлин! Гулин! Знаете, какая первая мысль приходит тебе в голову, когда выпадает палатка? Неееееееееет! А потом вторая мысль. Нет, 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 не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. А затем понимаешь, да какая разница, это же чудо света. Да я со своими 100 долларами увижу и почувствую в 100 раз больше, чем богатый. Так что собрались, собрались и погнали. Отправная точка, чтобы смотреть горы Гуйлин – это город с таким же названием Гуйлин. Аэропорт находится в 30 километрах от города. Если ехать по пустой дороге, то плюс-минус 30 минут. Хочешь – берешь такси. А если хотите сэкономить 40 долларов – едьте на автобусе. По тем же дорогам, с той же скоростью, но гораздо дешевле. Хвала китайским богам. Никаких автобусов, душных такси. Сегодня я буду ехать на новейшем изобретении китайского автопрома – BYD. Мне говорят есть буквально все. Все. Кроме водителя. Как она едет? Я не понимаю. Сезам, подожди, откройся, остановись. Она остановилась. Хорошо. На тело она реагирует. Она еще не открывается. Вот так мы просто будем с тобой как подружки ходить. Что с тобой делать? Будем импровизировать. Шайтан машина. Пожалуйста, отвези меня в горы Гуй-Линь. А, это ты? То есть все это время машиной управлял ты? У внедорожника BYDDM есть супер-функция – дистанционное управление. Машиной можно управлять с пультика, как игрушечный. На расстоянии она умеет заводиться, открывать багажник и даже ездить. Правда, со скоростью 5 км в час. Моя машина – это китайский привет Тесла Икс. Она тоже электрическая, экологичная. То есть нет никаких выбросов, выхлопных газов. А стоит в два раза дешевле Теслы – 40 тысяч долларов. Но это еще не все чудеса моего внедорожника BYDDM. В машине есть розетка, от которой можно зарядить любое устройство и есть умный ассистент. Фактически ты можешь спросить, куда тебе ехать, где ближайший АЗС, как найти какую-то точку или включить музыку, просто попросив это сделать машину. А еще здесь есть любимое развлечение каждого китайца – караоке. Твои глаза такие чистые, как небо. Глазать нельзя. Если у тебя есть деньги и машина – обязательно нужно выехать из города. И проехать 80 км на юго-восток в деревушку Яншо. Именно в Яншо открываются самые потрясающие виды на горы Гуйлинь. Красиво очень. Если сейчас собрать дорогу и все машины, то кажется, что эта земля до начала времен. Природа в таком своем первозданном виде и хватает только динозавров. Глядя на фантастические горы, в голове начинают рождаться самые разные ассоциации. Мне это напоминает караван верблюдов, в которые прилегли отдохнуть. Прям такие зеленые горбики. Теперь я понимаю, почему говорят, что это самое красивое место Китая. Ничего подобного нигде не видела. Что делать тем, у кого нет кучи денег и нет машины, которая увезет тебя из Гуйлини? Рассказываю, не надо ставить на Гуйлини крест. Чудес здесь хватит на весь уикенд. Сказочные пещеры. Фантастические изумрудные террасы. Племя женщин, у которых волосы длиннее их роста. И, конечно же, те самые красивые виды под небом, о которых сочиняют пословицы. Моя цель увидеть все это всего со ста долларами. Приключение начинается! Знаете, на самом деле выбирать отель с премиальной картой – это же скучно. Ну а что, ты просто смотришь список самых дорогих отелей и выбираешь самую верхнюю строчку. Так я и нашла свой отель – Баньян Три. Полторы тысячи долларов в сутки. Баньян Три Hotels & Resort – это популярная среди миллионеров мировая сеть люксовых отелей. В Яншо построили отель с собственными прудами, садами и вилами в стиле старинных китайских пагод. Смотрите, как они уютно разместились рядом с горами Гуйлинь. Будто здесь и выросли. Чтобы любоваться лучшими видами чуда света, миллионеры селятся на самой дорогой вилле – той, что за 42 тысячи гривен в сутки. Всегда такой волнительный момент. Как красиво здесь. Вот это ванная, царица всех ванн. Фактически стирается эта грань между природой и номером. Как будто у себя на заднем дворе принимаешь ванную. Соломенный поддон и камушки. Я, кажется, поняла концепцию этого отеля. Все из натуральных материалов и все сделано так, что ты ощущаешь себя постоянно на природе. Тут даже чай не в пакетиках, а натуральный. Это чай из пахучих цветов дерева османтус – символа Гуйлини. Гуйлинь с китайского так и переводится – османтусовый лес. Теперь мой самый любимый момент. Вид из нашего номера. Премиальная карта Мастеркард – мое сокровище. Никому уроки ее не даю. Ну, мало ли. Сама приложила и за все рассчиталась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, что нужно первым делом сделать в Гуйлине? Пройтись по центральному проспекту? Неа. Сделать фотографию с самым известным памятником? Нет. Нужно взобраться как можно выше, чтобы увидеть его главное чудо – поднебесные горы. Ааа, понятно. То-то же. Но чтобы подняться на этот холм нужно заплатить 4 доллара. Вообще в туристическом Гуйлине за любую горку, с которой можно увидеть хоть какой-нибудь вид, нужно платить. Причем это самый дешевый холм в городе. На самый верх забираться 30 минут по крутым ступеням. Богач в гору не пойдет. Богач в горы полетит и увидит самые потрясающие виды. Восторг! Весь Гуйлинь на 360 градусов! Когда летишь над горами Гуйлинь, не можешь закрыть рот от удивления. Как? Ну как на земле могла появиться такая красота? Коры Гуйлинь необычные. Они не из твердого гранита, а из хрупкого известняка. Миллионы лет его обтачивала вода и превратила эти места в инопланетный ландшафт. Известняк – порода очень пористая. Он как губка впитывает воду. Поэтому деревья и кусты приживаются прямо на отвесных скалах. И получаются настоящие висячие сады. Конечно, в таком мистическом месте не обошлось без легенды. Китайцы верят, что в горах Гуйлинь живет дракон. Его увидели рыбаки, когда плыли на плотах по реке Ли. Дракон пролетал над горами Гуйлинь, обалдел от такой красоты и решил остаться здесь навсегда. И если ты его увидишь – будешь счастлив. Я дракона не увидела, но уже безумно счастлива. Это так необыкновенно. Вы представляете, каково это – жить рядом в одном шаге от чудо света. Обычный житель Гуйлини встает с утра, едет в автобусе, сидит в офисе, возвращается обратно домой. И все время вокруг него вот это чудо света. Проделав такой путь наверх, не обязательно спускаться вниз ногами. Есть другие части тела, которые сделают это за них. Китайский мобслей бюджетник, а. Я оббил все углы и возможно сзади дымлюсь. Горы в Гуйлине удивительны не только снаружи. Внутри они пористые, как голландский сыр, и пронизаны пещерами. Я собираюсь увидеть самое красивое из них – место must see, must be and must take a picture – пещера тростниковой флейты. Everybody, come on! А-а-а! Здесь так красиво! Вода, которая обтачивала горы снаружи, постаралась и внутри них. Она вымыла вот такую причудливую пещеру со сталакситами, сталагмитами и мистическими озерами. Одно из чудес пещеры – зеркальный зал. Это озеро называют самым красивым подземным озером в мире. Посмотрите, какая оптическая иллюзия. Смотришь наверх – это пещера. Но смотришь в отражение воды – это какой-то заснеженный горный склон с выступающими скалами. Эту пещеру нашел обычный крестьянин тысячи лет назад. Он просто шел и провалился в расщелину. Конечно, сейчас пещера выглядит совсем не так, как увидел ее тот бедняга со сломанной ногой. Китайцы постарались. Они подсветили пещеру фонарями таких кислотных расцветок, что прям рябит в глазах. А на стены спроецировали мультики. Вообще, ребята, огромные молодцы. Повсюду нереальный свет, визуальные эффекты на уровне, сама пещера впечатляет. Но одна проблема – что у вас со звуком? С этим вездесущим китайским звуком? Это не дает в полной мере насладиться вот этим видом. Ну как-то разберитесь. Наймите звукаря. В отеле «Баньян-3» самые важные гости обедают за отдельным столом в беседке-пагоди с видом на чудо света. На обед у меня самые традиционные блюда региона Гуйлинь. Так интересно. Не просто рис в тарелке, а прям в самом бамбуке. Но это на самом деле не просто креативная подача. Это древний вид приготовления риса в горных местностях Китая. Местные часто охотились в лесу. Посуду, конечно же, было брать с собой неудобно. Поэтому во время обеденного перерыва они вот так вот ломали бамбук, клали туда рис, мясо, заливали это все родниковой водой, закрывали вот это отверстие листьями банана и готовили на костре. Когда бамбук темнел, это означало, что блюдо готово. Очень похоже на наш плов со свининой и очень много масла. Не для девочек блюдо, скажу так. На второе мне принесли блюдо цветочной кулинарии. Выглядит это все как арт-объект. Картина. В центре у нас гвоздь программы тыква, фаршированная стеклянной лапшой и фаршированные цветки тыквы. Цветок напоминает такую несладкую папайю с помидором. И он очень сочный, когда живешь, ты прям чувствуешь сок цветка. И потом второй вкусовой волной ты чувствуешь мясо. У меня это свинина. Кстати, мне очень повезло, потому что у китайцев это настоящий деликатес. Его можно есть только один раз в сезон, когда цветет тыква. Вот эти вот фаршированные перцы, они же тыква и рис. Я поела за 500 баксов. Не то, чтобы я сама платила, но что? 500 баксов! Чем не могут похвастаться горы Гуйлинь, так это высотой. Все они плюс-минус сто метров. Но есть среди этих лилипутов настоящий великан – гора Яо. Это самая высокая гора в окрестностях города. Ее высота аж 900 метров. С нее видны самые красивые закаты и рассветы. Я собираюсь не просто покорить эту вершину, а переночевать там и увидеть это чудо. На вершине Яо нет ни кафе, ни магазинов. Поэтому перед тем, как лезть на гору, нужно хорошенько подкрепиться. В центральном районе Донсисьян полно точек с китайской едой. Я попробую вкусняшку, которую здесь уплютают за обе щеки. Деликатес чхоу доуфу. На китайском звучит прикольно, но если перевести на русский – это вонючий тофу. Кушать подано. А тофу сейчас говорят все. Но мало кто понимает, что это такое. Тофу – это сыр из соевых бобов. Его придумали китайцы две тысячи лет назад. Вегетарианцам тофу заменяет мясо, потому что это чистый белок. Моему же тофу дали покрыться синеватой плесенью, потом пожарили и добавили лук, морковку и много перца чили. Пахнет вот… Помните сырные чипсы, которые долго-долго лежат в комнате и потом ими начинает пахнуть вся комната? Вот примерно так. Только хуже. Если потерять обоняние, то в принципе очень даже вкусно. Чувствуешь сырец, если не нюхать. А вот если начать вдыхать, то уже становится неприятным. Я долго соображаю, просто в мозг ударила вонь. Лучше поискать что-то менее экстремальное. В супермаркете точно можно найти обычную, а главное – дешевую еду. Китайский супермаркет для нашего человека – это музей ярких упаковок со странными картинками. Что внутри – не разберешь, потому что все на китайском. Буду брать все самое дешевое. Утка по-пекински. Могу себе позволить. В китайском супермаркете за 10 баксов можно купить себе кучу разных снеков и полкило пекинской утки. Этого хватит с головой и на ужин, и на завтрак. Вроде успел. На гору Яо можно подняться и пешком, но это 4 часа пути и так я до заката не успею. Да и до рассвета. Туристов на самый верх возит подъемник почти за 10 долларов. Выглядит это все, если честно, крайне небезопасно. Какая-то ржавая скамейка не первой свежести. У меня очень большие вопросы к директору по технической безопасности. Есть ведущий Орла и Решки, нет ведущего Орла и Решки, есть ведущий Орла и Решки, нет ведущего Орла и Решки. Пода мной уже где-то 50 метров и становится немножко страшновато. Но красиво! Если не думать о скамейке и о том, что можешь погибнуть в любую секунду, красиво! Покатушки на этом допотопном подъемнике – это адский экстрим. Фух, спасибо, что живой. На верхушке горы Яо весь Гуйлинь у твоих ног. Но это не просто смотровая площадка. Это место моей ночевки. Конечно, в Гуйлине можно было найти койку в хостеле за 4 доллара. Но разве она сравнится с этим местом? Разве там будет вид на все 360? Так, там закат, тут рассвет. Идеальное место. За все мои путешествия я не помню такого места, чтобы на верхушке горы можно было ставить палатки. А тут это легально и бесплатно. Я приехала на очень необычную рыбалку. Такой у нас еще никогда не было. Для нее нам не понадобятся ни крючки, ни удочки, а один профессиональный баклан. Это не оскорбление, между прочим, а натренированные профессиональные рыбаки-птицы. Привет, ребята! Это древний и очень популярный вид рыбалки в Гуйлине. И этих рыбачков на самом деле знают во всем Китае. Они даже изображены на 20 юанях. Вот тут на лодочке. Богатых и любопытных туристов, как я, везут на такой вот лодке к центру реки. И я прямо отсюда смогу наблюдать за рыболовлей бакланов. Птицы будут рыбачить. Вообще удивительно. Главное условие для рыбалки с бакланами – это кромешная темнота. Так что нужно чуть-чуть подождать. Ну, а я уже все, что смог, поймал в китайском супермаркете. Посмотрим, что едят китайцы. Закуска первая. Когда это открываешь, кажется, зачем-то забрал у кошки кошачий кор сухой и его намочил. Мясцо какое-то. Довольно безвкусный. Какой-то корень. Скорее всего, корень зла. Без комментариев. Пока не пахнет. Гусиный паштет. Оно же мясная конфета. Оно же фу. Вот это прям отвратительно. Я искренне не понимаю, почему китайцы это едят. Потому что тут совсем нет мяса и эту кость не разгрызть. Я, пожалуй, отложу эту лапку, потому что зубы ведущему орлу и решке нужны. Он ими улыбается. Утиные кишочки. Ой, как это противно. Хотя на вкус, как такое недоваренное мясцо. Ути-ути-ути-ути. Пока все, что я попробовал, это самое привычное вкусу. Потому что утка, птица, жирненькая. Переходим к десерту. Всем десерт за мой счет. Выглядит как кора дерева с белой строительной краской. Знаете, я на самом деле сладкоежка, но такие сладости я бы вам не просил. Это очень противное сладкое мясо. Подведем итог. Не ведитесь на яркие упаковки. То, что китайцу вкусно, нашему человеку расстройство желудка и травма психики. Ну наконец-то, рыбалка начинается! Бакланьи рыбалка проходят ночью. Потому что днем блики от солнца мешают рассмотреть рыбу в воде. Чтобы помочь птицам ночью, на плод вешают специальный фонарь. Сутки до рыбалки птицам не дают рыбу. Поэтому как только они попадают в воду, тут же бросаются за добычей. Бакланов выдрессировали плыть рядом с плотом как эскорт. А плод должен быть в движении, чтобы бакланы догоняли косяки рыб и внезапно на них нападали. Баклан, он как торпеда разгоняется и в движении ловит рыбу. Если просто остановиться, этого не произойдет, рыбка от него уплывет. Вот-вот, смотри, смотри, держит рыбу. Класс! Молодец! Когда баклан поймал рыбку, он сразу же ныряет за следующей. Но вот в чем главный секрет рыбалки. Смотрите, у каждого баклана на шее завязана такая ниточка. Когда он ловит рыбу, он проглатывает ее, но не до конца. Баклан во время рыбалки собирает рыбу в шею, как в мешок. И он приносит ее своим хозяину. Вот видите, рыбак просто берет и вытряхивает, как из мешка у него, из глотки эту рыбу. Выглядит это, конечно, не очень. Как будто бы птичка поела и у нее все забрали. Вытряхнув баклана, рыбак забрасывает живую удочку обратно в реку. Хорошо обученный баклан может принести 10 килограмм рыбы своему хозяину. Когда улов пойман, рыбак привязывает птиц к плоту, чтобы они не улетели. Да, выглядит это совсем не гуманно. Но когда рыбак возвращается домой, птицу он кормит, ухаживает за ними. Мы все проверили, не переживайте. Это стоит увидеть хотя бы раз в жизни, потому что, ну сами вдумайтесь, китайцы смогли приучить дикую птицу для того, чтобы она за них рыбачила. Это то же самое, что сказать тигру сходить в джунгли и принести стык. Пока, ребят. Ух ты! Насмотревшись на бакланов, я тоже проголодалась. Хорошо, что у меня в отеле есть услуга – ужин в номер. За 500 долларов тебе приходит личный официант, шеф-повар с помощником и готовят самые свежие морепродукты и мясо прямо у тебя на террасе. Ой, у меня сейчас будет такой вкусный ужин. А все благодаря ей. Моя кормилица. Я с тобой тоже Пашу поделюсь. Ну не всем, конечно, но что-то перепадет. Ну что, за прекрасный вечер? Ну нет, ну я так не могу. Вот это вот все – ужин, свечи, шарики, фонарики. Где Антон? Где сейчас Антон? Что он сегодня ел? Дохлую белку? С другой стороны, Антош, ну прости. Это моя работа. Ничего личного. Город спит, горы спят. Пойду и я спать. Спокойной ночи. Все, кто был в Гуйлине, говорят, что на горе Яо самые мистические рассветы в мире. Чтобы не пропустить рассвет в летнее время, ставьте будильник на 6 утра. Боже. Доброе утро, Гуйлинь! Это самое красивое шоу на земле. Вот ради этого стоило лезть на эту гору. Ради этого стоило ночевать в палатке, чтобы увидеть просыпающийся в лучах солнца мир. Доброе утро. Ну что, пора открыть дверь в новый день? Рядом с Гуйлиним есть еще одно чудо света. Говорят, по красоте оно может составить конкуренцию даже под небесным горам. Это самые знаменитые в Китае рисовые террасы. И я просто обязан их увидеть. Террасы Луньцзы находятся в ста километрах от Гуйлини. Проще всего добраться до них на автобусе за 5 долларов. Путь на рисовые террасы Луньцзы лежит через крохотную горную деревушку Хуанлуо, в которой нужно обязательно остановиться. Здесь живет древнейший народ Яо. У них свой язык, своя культура, но больше всего поражают их женщины. А точнее их густые, черные как смола, длиннющие волосы. Волосы женщин Яо длиннее, чем сами женщины Яо. Локоны до двух метров. Женщины Яо верят, что в длинных волосах заключено долголетие. И если они их обрежут, то сократят себе жизнь. А еще их волосы всегда здоровые и блестящие. И даже в 80 лет у старушек нет седины. Хочется узнать секрет этих китайских рапуцель. У вас невероятно красивые волосы, как вы за ними ухаживаете. Мы не пользуемся шампунями и масками для волос. Мы моем волосы рисовой водой. Воду, в которой мы промываем рис, настаиваем неделю, потом кипятим и добавляем горные травы. Очень мягкие волосы, несмотря на то, что они моют их раз в 4 дня ирисовой водой. Как давно вы их стригли? 30 лет назад. Раньше считалось, что увидеть распущенные косы могут только самые близкие и родные. Если посторонний мужчина увидел девушку народа Яо с распущенными волосами, он обязан был жить в ее семье 3 года. Сейчас длинноволоски не просто показывают волосы туристам, но и зарабатывают на них нехилые деньги. Для туристов здесь устраивают шоу длинноволосых Яо. Представляете, волосы у женщин Яо не просто длинные, они еще и причёсаны со смыслом. Если волосы закручены вокруг головы, значит женщина замужем, но без детей. Если у нее спереди пучок, значит она замужем и с детьми. А если на голове платок, значит это девушка на выданье. После песен и плясок для туристов-холостяков разыгрывают обряд женитьбы. Выставка невест, давай поженимся по-китайски. Чтобы выбрать себе невесту, нужно наступить на ногу девушке, которая понравилась. Потом жениха ведут за кулисы и наряжают как подарок. Я 25 с лишним лет пытался этого избежать, но именно в Китае пойду под венец. Все бы хорошо, но я забыл, кто из них моя невеста. Итак, как проходит обряд бракосочетания у народа Яо? О, ну хоть не мужик! А почему они щупают меня? Подружки невесты щипают жениха. Скромные китайцы говорили они. А потом подружки толкают жениха в объятия к невесте. Дальше молодой дарит свои суженные украшения, а та его отпихивает попой и дарит кошелек. Очень логичная церемония. А в конце все почти как у нас. Муж несет жену домой. Только не на руках, а на своем горбу. Ну, мам, принимай дочь в семью! В горах Гулинь очень много разных развлечений. И экстремальных, и красивых. Было бы только время и деньги. Ой, смотрите-ка, у меня два «да». Я и один миллиард китайцев уверены. Самое улетное развлечение в Гуйлине – это экстремальный рафтинг. Зона комфорта? Нет, в Китае не слышали. Приключения начинаются с первой секунды, как только садишься в лодку. Механика аттракционно такая. Сейчас максимальное количество лодочек напьется вот здесь. Специально обученный человек просто палкой. Каждого упихивают через проход. Честно! Подождите! Подождите. Вода в горной реке не просто холодная, она ледяная, 10 градусов. Как бы этот китайский рафтинг не стал спонсором моего цистита или воспаления почек. А еще на каждом повороте врезаешься в скалы и боишься как бы не остаться без зубов. Когда первый каскад горок заканчивается, все лодки скапливаются в специальном озере-накопителе и ждут полчаса своей очереди на следующую горку. Если для нас это скучно, то для китайцев это отдельное развлечение. Они брызгаются и дурачатся. Фоткаются, знакомятся друг с другом. Вы тут часто бываете? Люди сидят в полях, просто в шоке. Вот там вот три лодки, льмяк. А кто-то вон даже пытается протолкнуться без очереди. Просто богатый спектр эмоций ощущаешь. Борешься за вот эту дырку, чтобы туда тебя смыли, как в унитаз. И потом, когда тебя пропихнули вантусом в канализацию, снова начинается экшен. Ребята, это круче всех американских горок, вертолетов, вот этих вот попарков и всего мест невзятого. Это очень весело и круто. Я на второй круг. Ну вот я и добрался до главной цели своего сегодняшнего путешествия – рисовых террас Луньцзи. Семьсот лет назад вот сюда поселили народ Яо. Их численность росла, еды не хватало и Яо пришлось засеять рисом горы. Но чтобы вырасти, рису нужно постоянно находиться в воде, которая на крутом склоне не задерживается. Поэтому здесь решили сделать такой огромный каскад бассейнов. Они приручили горные ручьи. Вода заполняла бассейны для высадки риса, огражденные вот таким земляным валом. А дальше каскадом стекало на следующий уровне. И вот так шаг за шагом создавались рисовые террасы. Народ Яо называет свои рисовые террасы хребтом дракона, потому что они напоминают им гигантскую чешую дремлющего дракона. Но, мне кажется, даже самый величавый и большой дракон не сотворит того, что своими руками сделали люди. Даже когда на горы Гуй Линь опускается ночь, они все равно не перестают удивлять. В Яншо на фоне самых красивых видов горы Гуй Линь показывают легендарное шоу Лю Сан Джи. Ребята, это что-то похожее на 3Д кинотеатр, только лучше. Представление происходит не на сцене, а прямо на воде. Вместо подмостков здесь река Ли, а вместо ширмы декораций – горы Гуй Линь, подсвеченные прожекторами. За счет вот этой магии света происходит волшебство. Шоу рассказывает о народах Чжуан и Яо, которые тысячи лет живут в горах Гуй Линь. Тут тебе и рыбаки, и крестьяне с буйволами, и длинноволосые Яо. Какая красота, ребята. В сюжете есть даже китайская лавстори. А знаете, что самое удивительное? В этом шоу участвуют 600 человек, и все они не профессиональные актеры, а обычные крестьяне. Это реальные жители деревень, которые после работы приходят и репетируют вот это вот все шоу. Это такая задумка режиссера, чтобы максимально искренне передать жизнь народа. Даже бакланы принимают участие в шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мурашки не отпускают. Просто по всему телу мурашки. В конце шоу появляется завораживающая длинная цепочка из людей. Она показывает, насколько длинный рот у народов Джуаны Яо. У меня прям эмоции переполняются. Хочется сказать только одно. Что только вместе с человеком эта природа становится таким великим чудом. Чудом света. И я счастлива, что я здесь была. Это действительно какой-то внутренний взрыв. Биг-бадабум. Ехать сюда срочно всем. Пришло время рассказать, где в Гуйлине мы спрятали клад от Орла и Решки. Запоминайте. Правая рука смотрит на паготы Солнца и Луны. А левая рука укажет вам место клада. Пагоды Солнца и Луны стоят на озере Шань. Сверните с улицы Ронгху Норд в парк. Клад спрятан между каменными плитами. Поездив по горам Гуйлинь, понимаешь, что увидел не одно чудо света, а десяток невиданных, волшебных, живых чудес. Какая красота, ребята. После таких мест хочется спросить, сколько же еще тайн хранит наша планета? Почему они щупают меня? Я забыл, кто из них моя невеста. Шайтан, машина. Есть ведущий Орла и Решки, нет ведущего Орла и Решки. Мы выжили! Ну, мам, принимай дочь в семью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антон! Еда! Ну какая еда? Алина, давай поднимайся. Я так скучала. А что там по поводу поесть? Да ну что ты все еде да еде? Ты знаешь, мне кажется, что про Гуйлинь мы уже с тобой сказали все. Это да, я говорил. Мне вот интересно другое. Ну почему чудес света всего семь? Это так несправедливо. Мне кажется, надо составить свой список чудес света от Орла и Решки. Ой, туда обязательно нужно записать горы Гуйлинь. А еще рисовые террасы. Кстати, о рисе. Кстати, о нашем следующем чуде и Ордане. Петра! Теперь к рису. Ой, пока он не поест, мы никуда не полетим. Встреча. Значит, рис пока еще со свининой, но пока еще можно в Ордане с этим. Редактор субтитров А. Br -"